День пограничника в минувшее воскресенье отмечала Россия. В Краснодаре отпраздновать его собрались около двух тысяч человек. Парадные расчеты в сопровождении оркестра прошли по улице Василия Мачуге до сквера пограничников. В строю плечом к плечу и действующие защитники рубежей Родины и ветераны погранвойск. О том, как они встретили свой праздник в сюжете Дмитрия Курденкова. Анатолия Плотникова в Краснодаре больше знают как тренера по спортивной акробатике. Но ведь в биографии директора первой специализированной спортивной школы были и годы, проведенные на границе. Закон есть закон, служба есть служба. Приоритеты у нас всегда были. Тот, кто не служит, тот не боец. Поэтому я написал в военкомат заявление, прошу, как мой дед, как мой отец. Отец, кстати, служил в Бресте, когда началась война. И меня призвали в паранвойска. Вот так потомственный пограничник попал на южные рубежи Советского Союза, в местечко Гадрут, напротив Ирана. Обстановка здесь была напряженная, и диверсантов задерживать приходилось, и своих товарищей в последний путь провожать. Случались и комичные происшествия, когда готовились дать отпор нарушителю, а им оказывалась корова, которая паслась прямо на границе под присмотром беспечного хозяина. А главное животное на границе – это собаки. У нас на границе была немецкая, восточноевропейская и черная. Только эти. Вот наш пограничный отряд пользовался. Восточноевропейские эти большие были, а черные, немецкие овчарки, те были маленькие. Любовь к немецким овчаркам осталась и на гражданке. Хотя после таких рассказов близко к хорошему мальчику Бурану мы старались не подходить. Собаке нашлось место и на памятнике защитникам рубежей Отечества. Он появился в микрорайоне гидростроителей полтора года назад. 15-метровый обелиск с двуглавым орлом на вершине окружают пять фигур, изображающих былинного богатыря Илью Муромца, суворовского солдата, матроса, казака и современного пограничника. Тех, кто в разное время охраняли границы государства. У этого монумента и чествовали пограничников. Посмотреть показательные выступления зеленых беретов и отведать каши, приготовленные в полевой кухне, собрались около двух тысяч человек. Сегодня вдвойне приятнее видеть такое большое количество людей, людей в зеленых фуражках, и самое главное, еще видеть детей в зеленых фуражках, будущих пограничников. Безусловно, мы гордимся пограничной службой, которая располагается в Краснорском крае. Именно 28 мая 1918 года в Санаркоме был утвержден этот праздник. В следующем году мы отметим 100-летие погранслужбы. Крепость границы – это первое условие независимости государства. Погода радовала в этот день ярким солнцем. Может быть, в честь праздника, или просто потому, что весна почти закончилась. На очереди лето.